Всем привет! Всем доброе утро! На сегодня воскресенье, 28 января Посмотрим Завтра у моего дедушки день рождения 29 января 93 года ему исполнится Так, я уже в машине как вы видите, мальчики у меня дома Даниэль проснулся, Рами еще спит Отварила яйца, дальше, не дальше Дальше они уже сами сделают, что они хотят А я еду подстригаться Катя Это Катя меня подбила Она сказала, что у нее там есть очень хороший какой-то русский мальчик, очень такой весь фельдеперцевый Прям такой, знаете стилист-стилист Там у него много всяких разных наград, он участвует во многих всяких участвовал и участвует во многих конкурсах и так далее Это удобно Знаете, у меня после одной женщины которая тоже себя так расхваливала, так расхваливала И то, что она в Милане была И в Италии И на всяких конкурсах во Франции, что она там с мамой нам не рассказывала Я еще пришла У меня были очень длинные волосы Даже, по-моему, длиннее, чем сейчас Я тогда очень хорошо похудела Как раз в тот период, когда у меня были сильные панические атаки И я начала тогда работать Вышла на работу после очень длинного декрета Шесть лет я сидела с сыновьями Минуточку, сестра звонит Так вот, продолжаем И она нам... А, да я вышла на работу после шести лет Потому что не то, что как бы я... Ну да, вышла на работу Потому что мне нужно было выйти на работу Так как у меня были страшные панические атаки Там депрессия И вообще все вместе И мне... Я, естественно, пошла к психологу И мне психолог посоветовал Выходи из дома Выходи из вот этой рутины Домашние дети Потому что дети уже подросли Все пошли в садик Вот И говорит Давай как-то надо Себя отвлекать Иди на работу Общайся с людьми И тем самым Как бы тебе должно быть легче Вот И я, естественно, последовала ее совету Так как я работаю и все такое Нашла уже работу И... Ну, надо меняться И мне захотелось Обстричь свои волосы Захотелось прям так, знаете, кардинально То есть у меня очень были длинные И я говорю Мам, я хочу каре Она вот Давай А мама То, что касается покороченного Она прям Обожает это все И я вот такая Говорю Зачем вот эти палки С хвостиком ходишь Ты их все равно не распускаешь А я когда Она вот А когда ты подстрижешься коротко У меня шапка Она мне всегда восхищалась Когда я маленькая была То есть у меня волосы Они толстые Но они тонкие И когда они длинные То есть не видно То, что у меня Много волос А когда я подстрижаюсь коротко И она Когда-нибудь забудет Ты идешь в школу Я стою на балконе И я вижу Как ты идешь И у тебя вот такая вот Шапка Вот так вот Волос Шапка И вот Она вот постоянно Мне вот это Говорит Говорит Давай карай Давай карай Покороче Покороче Вот А мне всю жизнь Хочется длинные 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 И вот я в какие-то Периоды их Дорощ Ну Они у меня Вырастают Потом мне Все надоедает И я как бы Поддаюсь мамонему влиянию Говорю Ну действительно Что я постоянно С хвостиком С хвостиком Нафиг надо Я обрезаю И все Не буду типа Мучиться с этим хвостиком И тоже маме Посоветовали ее Вот эту женщину Мы пришли к ней домой Она принимала На дом Не знаю Как сейчас Это я вам говорю Было лет Двадцать третий год Ну вот как раз Наверное Где-то Десять лет тому назад Нет Да Да Десять лет тому назад Правильно Бутыш тринадцатый Вот в районе Бутыш двенадцатый Бутыш тринадцатый Вот Ну такое что-то Вот И вот Как мы с мамой Зашли Она начала Знать Вот эту Лапшу на уши И я такая И я зигая И что-то там Истрижет Мне истрижет Истрижет Мне истрижет Истрижет Мне истрижет Короче Я вышла У меня была Одна сторона Ну более-менее Нормальная Другая сторона Она мне как будто Подврезала Короче Это было Такое Гэ Мы с мамой Долго еще На нее ругались И потом Я еще Несколько раз Перестригалась Я На инстаграме Давай попробуем Ну вот там Такая запись Такая запись Давай там попробуем Напишем Может у нее вообще Места нет Ну в конце концов Он нам В воскресенье Назначил на утро Две очереди За стрижку Он сказал За длинные волосы Берет 200 шекелей То есть как бы Это Такая Нормальная Не дешевая Цена 200 шекелей Только за стрижку Но у меня волосы длинные Вот Ну посмотрим Я надеюсь Что это будет 200 шекелей А не больше Вот Потому что Больше 200 шекелей Только за стрижку Вот Я там сделала Себе несколько Скриншотов Что как бы Я хочу Какой я эффект Хочу Ну посмотрим Что из этого Получится Посмотрим Я кстати Уже в хайфе Такая вот Красота Кстати я сделала Себе тормозок И чай И начала снимать Доброе утро Доброе утро Доброе утро Катя говорит Я знаю Я боюсь Я боюсь Не ну че такое Они с И самым Еще те Сусанины Ой Че это я Ты точно знаешь Как на машине ехать Смотри Не знаю Че там ехать На Бенбуре Вон сейчас Не ну я конечно На твоего Спокоения Сейчас поставлю Да ты поставь Лучше И вот это видео Которое последнее У меня вышло Знаешь сколько я Делала его Выкладывала Ну оно выкладывалось У меня на ютуб Два дня Такой А я все Я вчера сказала Да я видела Что ты с утра Дупого Ну оно еле еле Да Само Я уже думала Не знаю Или она остановилась Там или че И удалять Или не удалять Но потом Слава Богу Все Вот она Завершилась Так Давай сделаем Слеп Мы бы могли Пешочком Но у нас Времени нет Нам бы тогда Пришлось Бежать Прям Нет До 20 минут Мы бы дошли Спокойно А если дождь Начался Видишь Я уже видела А я в таких кроссовках Нет для дождя У меня вообще Макосиночки Передевалась Там Передевалась Сегодня утром И то И это У меня не рискнула Одеть свои Вот эти новые штаны Почему? Но они все-таки Такие плотные Очень Я думала Там сидеть Буду Очень долго А мне Когда на живот Давить То у меня Может начаться Паническая Да Как У меня делает Сердцебиение Поэтому я по максимуму Чтобы у меня было Все удобно Все хорошо Нам куда? Нам сюда Не-не-не Езжай прямо 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 Сидит Я же сказала Сусанин Не говорит Сидит Как будто я знаю Где он находится Сказала мне Делай выезд Я делаю Он не против Мы прервемся Круче мы не можем найти стоянку Тут крутимся Крутимся Время Сейчас Поворачиваем И придется Здесь Прямо 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 Пешком Кать Здесь мы не найдем Я всегда нахожу Я в Синдону Но нету Сегодня воскресенье Подожди Мы больше будем искать Лучше бы поехали бы домой Поставили бы там И все Ну подожди Езжай вниз Я не лету Потому что сзади кипика Спереди она еще не вылетела Мы все-таки с Катей Идем пешком Потому что Стоянки нету Мы позвонили Этому мальчику Который нас Парикмахеру Говорим Мы будем опаздывать Потому что стоянку не нашли Он говорит Я занимаюсь тем же самым Еще стоянку Никак не могу найти Так что все нормально Никого мы не подводим Солнце хорошее Зонтик я на всякий пожарный взяла Если лупанет Потому что у нас такая погода За 5 минут может налететь тучки И как лупанет Мало не покажется Вот Эту гостиницу строят Наверное 10 лет Ага Точно-точно Или 4 перепродавали Раз 0 и 5 Ну вот Несколько Вроде достраивают Большая Большая гостиница Да я помню Я его давно уже строю Да нет Даже больше 10 Я еще в паме работала Я говорила вам Катя еще тот Сусанин Она не знает где это Может тут крутимся Крутимся Она нифига не знает где это Ну Это Яфу 82 Написано Это Яфу Смотри Вот это Видишь дом Да С солнечными часами Да Какие древние часы А прикольно Да Подожди Пошли нас Человек ждет мест Надо Примечательность Подожди Почему Наоборот будет Ну и что будет Ничего не изменится Да Мы с Катюшей Две красоточки Нас привели в порядок Я довольная Наконец-таки У меня ровная челка Елки-палки Мне очень нравится Все по нашим запросам сделали Кто там Для меня Я кого-то снимаю Чтобы Закрепить нашу красоту Естественно Мы пошли Скушать что-то вкусненькое Как мы могли пройти Мимо Французской Кондитории Да Кондитерской Что ты будешь Я вот не знаю Красота такая Какой-то вкусняшка Мы с Катюшей Я заказала Торт Опера Кофе И у Кати Лимонный Пай Да Вкусненько Да Все Пусть Мы с Катюшечкой Быстро расправились Такое красивое кафе Мы здесь Я здесь второй раз Первый раз мы были с Катей С детками Помнишь А сейчас Вот Мы вдвоем с Катюнькой Тут все что невозможно Все вкусно Да Все вкусно Все аппетитно Выглядит Молодцы Столько много разных Всяких кафешек Интересно Катюша зашла Хочет капсулы Посмотреть Это какое? Десять на 150 Но у них раньше было ихнее А сейчас Видишь не ихнее Что кто производство Бразилия Италия Что? Италия Класс Я не знаю Если он вкусно Так будет Дать Одно попробовать Это арабика Я возьму Одну на пробу И в 10 Бристон Это подходит Как элит Да? Такие капсулы Тут продают Кофейные чашечки Одна на 25 Три на 65 Вот такие вот Большие Продают Это глиняные Корабли Привозят зерна Привозят зерна На кораблях Там столько Птичек Всяких Разных Сейчас идем К машине По переулочкам Ну пока еще Нормально Мы туда шли Они сидели Идем Оттуда Они так же сидят Да Классно Как говорится Жизнь идет Да Все Тоже самое Такие Старые районы Старые районы Хайста Много всяких бутиков Да Магазинов Мне знаешь Что прикалывает Тут в таких районах Что идешь Типа Старина Старина Там все Практически Разваливается Потом Бах Какая-то Красивая Кафешка Или Современная Такая Супер Современная Или Бах Там Идешь Какая-то Бутик Или Парикмахерская Салон Какой-то Да Тоже может быть Вот сколько Зданием Вот это Сколько лет Здесь Да А это Вот здесь Что Там написано Дом для пилигримов Видишь Бейтараха Да Гостиный дом Для людей Которые От церквей Приезжают А Ну я поняла Ну как вот Свекровь моя Ездит Они в Тверь При церкви Есть как Хостель Или как Это называется Да Там люди Ну типа Отеля Может вот этот Отель достроят Это самый большой Будет Отель На Бангурьон Тут очень много Отель Понастроили Это будет Самый большой Когда его достроят На нем Огромный С Катюхой Идем Красотачке Наконец-то Ко мне Ровная челка Наконец-то Бедный Амидар Его загадили Полностью Просто Полностью Тут полно Да Летучих Мышь Да Эти деревья У них есть Ягодки Такие Фрукты Они Ягодки Катя Мы правильно Идем к машине Мы что-то Не были Тут Я не помню Да Мы туда Мы туда шли Когда туда Шли Мы туда Шли И с той стороны Дороги Просто А обратно Идем с этой стороны Дороги Но мне Кстати Хайфа Тоже Нравится Я бы С удовольствием Здесь Купила Квартиру Но Муж Мой Категорически Против Ну Все Провезла Катюню Домой Сходила В туалет Это Очень Важное Уточнение Едут Домой Мальчики Меня уже Ждут Нам Сегодня С рамой Нужно Ехать К Как это Сказать К Психологу Ну Это Такой Школьный Психолог Именно Который Занимается Который Определяет Есть У детей Есть У детей Проблема Именно С Обучением Вот Мне Очень Нравится Моя Стрижечка Муж Сказал Что Я Аж Помолодела Племяшка Тоже Кстати Катя Сказала Что Ты Прям Аж Освежилась Помолодела Вот Этого Эффекта Я Хотела Я Хотела Помолодеть Освежиться Он Убрал У меня Все Сухие Волосы Все Кончики Длину Длина В принципе Нормальная У меня В принципе Нормальные Волосы Были Знаете Уже Кончики Так Чуть Начали Сечься Потому Что Ну Это Я Виновата Я Мало Ухаживаю За волосами Я Трактически Не ухожу Ухожу Что Иногда Периодически Причёсываюсь То У меня Всегда Эта Гулька И Все И Пошла И Почапала На Работу И Почапала Вот А так В принципе Как бы Я Там Волосы Не Выравниваю Утюжком Дети Восемь Я посмотрела Волосы Не Выравниваю То Я Не Жгу Я Не Крашусь Всякие Разные Эмилирования Я Не Делала Уже 300 Лет А Делала Что Что Там Делала Вот Поэтому В принципе У меня Волосы Живые Ну Естественно Кончики Секутся Плюс Как я Уже Сказала Отсутствие Ухаживания Уходовой Какой-то Даже Косметики Нету За волосами Вот Я Просто Тупо Покупаю Шампунь Той же Фирмы Кондиционер И все И Давно У меня Даже Уже Не Было Никакой Именно Маски Чтобы Там Знаете Как-то Увлажнить Волосы Вот Ну Да ладно И вот Он Меня Вот Это Все Что Нехорошее Поубирал И Сделал То Что Мне Хотелось Я Показала Фотографии И В принципе Так Все Мне Устраивает Вот И Единственное Что Когда Он Мне Делал Как Это Вот Каскад Да Волосы То У меня Вверху Все Так Было У меня Мне Делали На Полголовы В 2000 Каком-то Там Году В 2021 По-моему В 22 Я Делала Эти Мелирование Только На Полголовы Потому Что Если Делать Было На Всю Голову Это Было Очень Дорого И Ну В Принципе Зачем Портить Волосы Лишний Раз И Тоже У У У У У У У У Чуть Чуть Тем Тем И Поэтому Как будто Кажется Что Такая Грубая Линия На Самом Деле Ее Нет Но Она Есть И Как Б Видно Это За Счет Цвета Потому Бах Сразу Пошли Тем Мои Натуральные Волосы Более Тем Ничего Страшного Мне Нравится Как Это Все Это Как Это Все Выглядит Мне Гравится Моя Челочка Которую Я Очень Давно Хотела И Которую Мне Не Так Не Могли Сделать Я Там Даже Сама Вы Знаете Дома Пыталась Что Там Подстричь Вот Ну Кстати У Меня Дома Получалось Лучше Это Сделать Чем Я Пошла Последний Раз Я Летом Подстригалась Вот Мне Подстригали Челку Вообще Один Конец Короче Другой Конец Длиннее Такая Фигня Господи Нормально Челку Даже Не Могут Подстричь Но Сейчас Я Все Еду Домой Пробки Тут Конечно Есть Уже В Хайфе Но Я Надеюсь Что Все Будет Нормально Я Проеду Продолжение следует